Новое светосигнальное оборудование и вертолётные площадки появятся в деревне Белушья, а в посёлке Харута будет проведён ремонт жилых домов. Эти и другие мероприятия по улучшению поселковой инфраструктуры будут выполнены благодаря внесённым изменениям в бюджет Заполярного района. Сегодня их приняли на сессии Совета Заполярного района. О том, кому, сколько и на что будет выделено денежных средств, расскажет Любовь Пермякова. Один из самых значимых вопросов, который сегодня рассматривали на сессии, касался внесения изменений в бюджет Заполярного района на 2016 год. Расходы районного бюджета в целом увеличиваются на 94 млн 410 тыс. рублей. На сумму 6 млн 602 тыс. рублей увеличиваются бюджетные инвестиции на завершение строительства школы на 110 мест в селе Нижняя Пёша. Выделяются ассигнования на увеличение уставного фонда муниципального предприятия Заполярный район «Севершилкомсервис» в сумме 100 млн рублей на основании обращения предприятия. Решение об увеличении уставного фонда предприятия принято с целью оказания финансовой помощи предприятию для расчёта высота топлива. Предприятие, в свою очередь, берёт на себя обязательства по выполнению в 2017 году строительства и реконструкции объектов теплоснабжения в посёлке Харивер на соразмерную сумму. По заявке Управления жилищно-коммунального хозяйства ассигнование в сумме 31 тыс. рублей выделяется на формирование земельного участка под дизельную электростанцию и трансформаторную подстанцию с площадкой обслуживания в посёлке Красное. Также изменения были внесены и в распределение межбюджетных трансфертов поселения. Бюджет у нас достаточно живой. Мы с ним очень активно в течение года работаем. В прошлом году, в 2015-м, у нас было 7 изменений в бюджете. В этом году пока не подсчитал, но достаточно активно мы вносим изменения. На сегодня появляются, может быть, новые какие-то дополнительные расходы, необходимость в дополнительных расходах. В результате главы обращаются в наш адрес, и мы рассматриваем возможности. Дополнительные потребности мы просчитываем, главы доказывают, что действительно это надо сделать. В том числе и вопросы, когда необходимо добавить финансирование на... грубо говоря, добавить финансовую помощь в бюджеты поселений на решение вопросов. Их непосредственно тоже обсуждаем, тоже отрабатываем и, как правило, все-таки мы удовлетворяем эти заявки, ну, естественно, при наличии нашей финансовой возможности. Исходя из финансовых возможностей Заполярного района и на основании обращений глав поселений, межбюджетные трансферты поселений в целом увеличиваются на 4 миллиона 40 тысяч рублей. Данные поправки вносятся в соответствующие муниципальные программы. В рамках муниципальной программы энергоэффективности и развития энергетики выделяются иные межбюджетные трансферты Калгуевскому сельскому совету в сумме 1 миллион 413 тысяч рублей на проведение работ по замене внутренней электропроводки в 24 квартирах муниципального жилого фонда. Приморско-Куйскому сельскому совету выделяется 902,9 тысяч рублей на ремонт низковольтной лэп поселки Красное. Также на содержание свалок в рамках программы поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства бюджетные средства в размере чуть более 400 тысяч рублей получат Антикский, Малоземельский, Омский сельсовет. В рамках еще одной программы развития транспортной инфраструктуры и иные межбюджетные трансферты будут выделены на содержание взлетно-посадочной полосы в Шуинском и Хоседохарском сельсовете всего около 370 тысяч рублей. В деревне Белушье Пешского сельсовета с целью безопасного взлета и посадки на выделенные 276 тысяч рублей будет приобретено и установлено светосигнальное оборудование вертолетной площадки. 235 тысяч рублей на ремонт и содержание внутрипоселковых дорог получит Приморско-Куйский сельсовет. В рамках программы строительства и проведения мероприятий по капитальному текущему ремонту жилых помещений бюджетные средства получат следующие сельсоветы. Выделяются межбюджетные трансферты Хоседохарскому сельскому совету 532,3 тысячи рублей на частичный ремонт фундамента в жилом доме. Канинскому сельскому совету на снос ветхого жилого дома выделяется 214,3 тысячи рублей. Тиманскому сельскому совету на снос аварийного дома и снос дома пострадавшего от пожара выделяется 355,8 тысячи рублей. Также межбюджетные трансферты в размере 320 тысяч рублей будут выделены на обустройство трех питьевых колодцев в поселке Красное и деревне Куя. Выделенные средства все муниципальные образования должны освоить до конца текущего года.